Сестры, прежде всего хочу передать привет от нашей церкви из Круглого. Примите наш привет, пусть Господь благословит вас. И я салендарен с братом Сергеем, который так хорошо отзывался о Брестской церкви. Я тоже, всегда находясь здесь, пребывая в общении с братьями, я с ними духовно назидаюсь, и для меня это большое благословение, есть чему поучиться. И я также хотел быть полезным и для вас. Мне, конечно, не хочется быть причиной затягивания сегодняшнего собрания, но я хочу быть тоже полезным для вас и поделиться тем словом, которое у меня есть. И сегодня хорошо братья говорили о том, как Господь нам дает победу, благословение, и одно из этих средств – это прославление. Когда мы прославляем Господа, мы приходим к победе. Когда Бог открывает Себя как Отец, и мы к Нему приходим в молитве, это тоже для нас благословение. И я хотел бы поговорить еще о таком благословении, когда Господь открывает Себя через Слово. Тоже сегодня звучал вопрос, как нам быть спокойным, когда вокруг неспокойно, когда нас что-то беспокоит. Тогда надо, чтобы Господь с нами говорил. Правда? Господь часто употреблял такие слова, когда являлся людям, которые боялись, Он говорил, не бойся, не бойся. И человек сразу же обретал какой-то мир. То есть, когда Господь с нами говорит, когда Он нам открывает Себя каким-либо образом, к нам приходит мир. И одно из этих средств, у Бога много средств, как нас благословить, как с нами говорить, это Его Слово. Это Его Слово. И давайте обратимся к 118-му Псалму, 18-й стих. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». И также 24-й стих. «Откровения Твои, утешение Мое, советники Мои». Вы согласитесь, что мы читаем Слово Божье, мы слышим Слово Божье, но не все нас касается. Почему не все нас касается? Есть моменты, когда мы покаялись, не каждое слово нас касалось, но был момент, когда что-то пришло в наше сердце, и мы осознали себя грешниками. Почему? Потому что Бог Духом Святым открылся нам через Своё Слово. Когда-то воскресший Иисус Христос явился ученикам на пути в Эмаус. И написано, что они Его не узнали, потому что у них были удержаны глаза. Но как были глаза удержаны? Неужели Господь просто закрыл им глаза, а потом им открыл глаза? Нет. Для природного человека свойственно больше не видеть духовный мир, чем его видеть, правда? И мы можем увидеть духовный мир, если Господь откроет нам глаза. Господь проповедовал Слово, это Слово их коснулось, их сердце открылось, и они увидели воскресшего Господа Иисуса Христа. Так и мы можем. Господь где-то рядом, а мы молимся, взываем, Господь, где Ты? Псомопевец говорит, «Открой глаза мои, открой глаза мои, и увижу чудеса Твоего закона». Когда-то Елисей находился в городе, который окружили сирияне, и слуга его пришел и говорит, «Увы, Господин мой, что нам делать? Мы окружены». Он говорит, «Не переживай, не беспокойся, тех, которые с нами больше, чем тех, которые с ними». И он помолился, «Господи, открой ему глаза». И что-то произошло, и что-то произошло. Бог открыл глаза ему, он смотрит, что все совсем по-другому, оказывается, не так все плохо. Вроде бы, плотскими глазами ситуация безнадежная, но когда Бог открывает глаза, оказывается, все по-другому, оказывается, ангелы ополчаются вокруг боящихся Господа. И я не сомневаюсь, что этот слуха тоже возрадовался и успокоился, потому что с нами больше, чем с ними. Поэтому мы говорим о том, что у Господа есть способность открывать наши глаза, чтобы мы видели больше того, что есть. Если говорить о Слове Божьем, мы можем его читать, но чтобы его хорошо и правильно понимать, нам надо Божье прикосновение. Нам надо Божье откровение, чтобы Он открыл наши глаза, и мы увидели глубину Божьего Слова. Для этого необходимо откровение Духа Святого. И Господь сказал о Духе Святом, что когда Он придет, Он наставит вас на всякую истину. Он будет наставлять вас на всякую истину. Для примера мы давайте обратимся к тексту Матфея, 16 глава, 6 стих. Христос сказал своим ученикам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Знаете, если бы мы спросили у апостолов, что сказал Иисус, они бы повторили, Он сказал, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. А что Он имел в виду? И они, что они сказали? А это Он имел в виду, что мы с собою хлеба не взяли. Так это или нет? А Христос говорит, вы неправильно поняли. Вы неправильно поняли. Он говорит, что берегитесь этого учения, берегитесь этой закваски. Оказывается, что слово можно услышать, его можно даже процитировать, но не всегда можно его понять. Не всегда его можно понять. Необходимо откровение от Господа для того, чтобы понимать. Необходимо откровение Духа Святого. И знаете, что до недавнего времени на какие-то тексты Писания мы без сомнения давали однозначный ответ. Но бывает, что жизнь пытается корректировать Писание не всегда удачно. До недавнего времени никто не сомневался, что надо любить врагов и благословлять. Правда? А бывает время, что некоторые уже говорят, и нет, и что? И не каждого врага надо прощать, и надо еще посмотреть, достоин ли он этого прощения. Такое происходит, когда нет помощи Духа Святого. Один брат работал в милиции, покаялся, стал новообращенным. Я не буду называть его имени, это реальный человек. И случилось так. Он участвовал в задержании одного преступника. Новообращенный человек. Он догнал этого преступника. Он его схватил руками, сильно так обнял, чтобы он не мог сопротивляться. И все нормально, крепко держал, пока помощь придет. Руки у того человека были связаны, но у него была свободная голова. И он начал головою бить его. И сломал ему в трех местах нос. Он не отпустил его, подмога пришла. Связали его там, скрутили его. Он пошел умылся, посмотрел на свой нос переломанный. И говорит, если бы это было раньше, то я бы ответил этому человеку. Вот он лежит, который сломал мне нос. Но говорит, я подошел к нему, посмотрел на него. И говорит, я удивился, что у меня не было ненависти к этому человеку. и говорит, я просто помолился за него и сказал, что я тебя прощаю. Кто произвел эту работу в сердце человека? Кто ему объяснил, что надо любить, да даже врага? По чувствам надо ответить, правда? А когда Господь начинает действовать в сердце, человек понимает, что любите врагов своих. И интересно, прошло время, прошли годы, и однажды этот преступник пришел в эту церковь, покаялся, и до сих пор он христианин, верующий человек. Любовь изменила сердце, и молитва изменила сердце этого человека. То есть, читая Библию, даже могут ее понимать частично верующие и неверующие. Где-то прошло немножко больше года после моего покаяния, и как-то в поезде я стал свидетельствовать попутчику. Он оказался бывший чиновник какой-то, но это в советское время еще так, только-только ушло. А он, оказывается, неплохо знаком был с религией. И мы разговариваем, и он мне задает вопрос. А скажите, вот католики учат, что от кого исходит Дух Святой? Они учат, что исходит от Отца и Сына, православные учат, что от Отца. А как вы считаете? И знаете, что на тот момент он меня в тупик поставил, потому что новообращенно я не знал этих вещей. Я что-то ему ответил такое среднее. К чему я говорю? Так он же совсем неверующий человек, но он знает больше меня верующего. Это что, он духовный человек или что? Нет, у него просто есть образование, есть разум, и все. И на самом деле иметь разум – это хорошо. Образование иметь хорошо. Вот сегодня нам хорошо быть в собрании, слышать Слово Божие, а кто-то смотрит это собрание по трансляции, правда? Он не имеет возможности быть в Доме Божьем, но он рад, что он может быть участником этого собрания. У нас вчера прекрасная свадьба, было бракосочетание, очень радостный и хороший момент для нас. Но не все могли быть, правда? Но они смотрели трансляцию, они передавали привет издалека. Это благословение, когда люди, имея разум, образование, они чего-то достигают и улучшают нашу жизнь. Но для верующего человека образование и знания не всегда достаточно для понимания Божьего Слова. Вы можете сказать аминь? Необходимо действие Духа Божьего, необходимо откровение Духа Святого для того, чтобы понимать Слово Божье. Когда-то в Германии в церковь приехал человек, получивший образование. Я, конечно, опять скажу, что я не против образования. Сегодня брат получил какое-то образование тоже, какой-то степень. Это очень хорошо. Но тот человек пришел и представился так, говорит, я буду с вами честен. Вот я закончил семинарию, семинарию, у меня есть диплом, я могу быть пастором. Но он сказал, что он не верит в Бога. Вас это не озадачивает? Пришел пастор в церковь и говорит, что он не верит в Бога. Говорит, ну вы не переживайте, я хорошо учился, у меня там почти красный диплом, я вам ничего неправильного не скажу. Все, что в вашем вероучении, я буду вас так учить, все будет хорошо для вас. Все будет прекрасно. И одна сестра, которая была в этой церкви, она говорит, так как быть? Можно ли оставаться в такой церкви, где пастор неверующий человек? То есть у него есть образование, но он не знает Бога, и у него нет откровения от Бога. Он может видеть только букву написанную, но у него не будет откровения от Господа. Когда-то Христос спросил учеников, за кого люди меня почитают? И люди высказали свои точки зрения. Он говорит ученикам, а вы за кого меня почитаете? Ты, Христос, Сын Бога Живого. А сказал Петр, и Господь говорит, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь тебе открыли это, но Отец мой сущий на небесах. То есть вот это, братья и сестры, есть откровение. Это есть откровение, когда человеку открывается Господь не через его разум, а через прикосновение Божьего Духа. И поэтому псалмопевец говорит, открой глаза мои, и увижу чудеса закона твоего. В 118-м псалме я посчитал 24 раза употреблено слово «откровение». Откровение, откровение. Это Ветхий Завет. И он говорит, что если ты не откроешь, что здесь написано, я это не пойму. Я останусь просто на уровне буквы, и поэтому мне необходимо Божье Слово. Но мы с вами говорили, что Слово Божье может частично понимать как верующий человек, так и неверующий человек. Но вразумляться, научаться может только верующий человек через откровение Святого Духа. А как это сделать? Как к этому прийти, братья и сестры? Подобно автору псалма, молитва, желание, «Господи, открой мои глаза!» Открой мои глаза! А как это работает на практике? Как это работает на практике? Второй стих говорит, что откровения Твои — это утешение мое и советники мои. Где-то после покаяния месяца полтора я был в Минске в библейской школе, и брат Степан Селюк поделился таким своим переживанием. Он работал, по-моему, на настройке. Говорит, однажды пришел с работы, такая тяжелая там ситуация была, огорченный. Говорит, я стал молиться, и Дух Святой меня утешил. И я, новообращенный человек, думаю, что он имеет в виду? Что такое? Что это за переживание, когда Дух Святой тебя утешает? Знаете, это и есть откровение, братья и сестры. Это и есть Божье прикосновение. И у меня тоже недавно было такое переживание. Мне рассказали как-то об одном человеке. Говорят, вот этот человек, он любит драться. Говорят, вот он кого не встретит, может, в городе с любым человеком начинает драться. Это его вот интерес такой. Я думаю, ну как же так? Там ходят дети, там и где-то наши дети ходят. Вот вдруг какой-то человек такой вот появится и может обидеть наших детей. У меня какое-то чувство вот, ну, огорчения, незащищенности как-то пришло. Я ехал на маршрутке, и неожиданно мне так, и стих из Писания пришел на память, резко так в разуме. Это Матфея 10, 29, 31. Не две ли малые птицы продаются за осарий? Но ни одна из них, я, может, не дословно цитирую, но не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на земли без воли Отца вашего Небесного. И там дальше не бойтесь вы, лучше многих малых птиц. И я сижу и размышляю, и мне дальше мысли приходят. Вот у нас в церкви растет такой розовый куст, и там гнездо свила птичка-малиновка, совсем не высоко от земли. И когда-то я проходил и заметил, гнездо совсем рядом, и в гнезде четыре птенца, и они смотрят на меня. И я думаю, как эта птица не боится вот на таком расстоянии от земли, свить гнездо, вырастить этих птенцов, рядом кошки ходят. Как так случается? Оказывается, Господь заботится, а мы, люди, боимся, что Бог не защитит кого-то из наших ближних. И мне такой мир пришел в сердце. Я понял, что Господь мне дал мир через откровение, через откровение Его Слова. И поэтому это то, что откровение Твои – утешение мое, и советники мои. Есть совет Божий через Библию. Бывают моменты, когда мы, ища ответа от Господа, открываем Слово Божье, и наши глаза отказываются на нужном тексте. Одни братья решали, как нам заняться нам этой работой, не заняться этой работой. Потом как-то, помолившись, открыли Писание, и текст Писания говорит, если бы мы не медлили, то сходили бы уже два раза. И они поняли, что надо было не рассуждать, а делать. Бог им сказал, что надо это делать. И бы уже давно сделали, если бы приняли это решение. Поэтому, братья и сестры, я желаю, чтобы мы с вами переживали вот это благословение, когда Бог говорит с нами через Своё Писание. И когда Он открывает Своё Писание, мы познаём Бога, как и Отца, как сегодня говорилось. И Бог по-разному может открываться нам и давать нам Своё утешение, и давать нам Свои советы. И когда Бог с нами говорит, у нас есть с Ним общение. Общение приносит нам радость и даёт нам полноту. Аминь. Давайте мы помолимся за это. Поблагодарим Господа. Драгоценный Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты наш любящий Отец. И как любящий Отец, и как живой Бог, Ты желаешь говорить с нами. Ты желаешь говорить с нами, Господи, чтобы уходило от нас переживание, огорчение, печаль. Ты желаешь говорить с нами, чтобы давать нам Твое утешение, Господи. Ты как чудный советник. Продолжение следует... Продолжение следует...